здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа в каделе я и я буду параллельно вам объяснять три размера то есть размер у нас будет 36 37 38 39 и 40 41 40 41 38 39 я сейчас буду вязать и 36 37 вот он у меня основа у нас вот такой вот квадрат для размера 36 37 я набираюсь 41 петля для размера 38 39 45 петель и для размера 40 41 49 5 пиццы 2 миллиметра диаметр нитки в 100 граммах 300 400 метров если вы вяжете ту же вяжите берите 300 метров если свободнее берите в районе 400 так для начала я сейчас вижу размер 38 39 и набирая 45 петель на спице вы соответственно вы соответственно набираете свой размер свое количество петель 45 петель первый ряд я вяжу лицевыми петлями вернее все время мы вяжем лицевыми петлями просто от лицевыми петлями весь ряд в последняя петля изнаночная далее далее мы будем вязать вот такой вот как это по сути это реглан дарила на я линии для этого одна петля у нас будет ведущая во всех размерах и по бокам от нее мы начинаем с того что здесь у нас 20 и 20 по бокам здесь 22 и 22 здесь 24 и 24 у меня средний размер поэтому я вижу 22 петли вернее 21 потому что она одна у нас будет уходить на реглан 1 21 и вот 22 вот это ведущая центральная и первая петля из этих 22 мы их провязываем вместе все 21 петля вяжем до конца ряда а это значит что в каждом лицевом ряду мы будем убавлять две петли одну петлю с правой стороны и одну петлю с левой стороны изнаночный ряд мы вяжем лицевыми петлями без в лицевом ряду мы делаем по центру вот эти вот сокращения продолжаем вязать эти продвигаться и сокращать наша деталь примет вот такую вот форму продолжаем вязание в лицевом ряду сокращаем делая вот эти три месяца девчонки а сейчас я связала вот три такие образца перед тем как вязать пожалуйста свяжите образец для контроля размера значит маленький размер вот вы его связали по темную по количеству петель которая я вам сказала у нас квадрат шириной 8 на 8 сантиметров 8 на 8 сантиметров по диагонали 11 сантиметров вот здесь вот это диагональ здесь у нас 9 на 9 сантиметров диагональ диагональ 12 сантиметров и последний самый большой квадрат 10 на 10 диагональ 13 сантиметров вот исходя из этих размеров вы проверяете к свой ромб для чего это контроль нужен для того чтобы получить нужный размер правильно поэтому по вот этим размером вы карки корректируете плотность вязания толщину не так ну и соответственно свой квадрат до конца мы первый квадрат не довязываем вот когда мы начинаем вязать носок вставляем недовязанными 5 петель 1 2 3 4 5 центральная петля 1 2 3 4 5 для каждого размера для всех размеров это не меняется единственное что меняется число петель здесь у меня 22 по сторонам от ведущей петли и всегда ориентируясь на эту цифру 22 на протяжении всего вязания вы ориентируйтесь по своему размеру то есть здесь у меня осталось 5 петель значит мне нужно добрать 17 чтобы у меня было 22 и набираю я здесь 17 петель перемещаю нить сюда и из кромочной девчонки как раз у нас все для каждого размера все прекрасно получается что нам кромочных хватает для того чтобы восполнить то количество петель которое нам нужно здесь я просто вот эту нить один раз поверх набора один раз внизу набора 1617 вот видите как раз мои 17 петель которые мне нужны провязываю вот эти центральные сейчас в этом ряду я не делаю вот эти сокращения 3 вместе не провязываю последнюю петлю лицевой и вот из этих кромочных я тоже набираю 17 петель вы же набираете нужное вам количество петель 16 и 17 поворачиваем изнаночный ряд вяжем без изменения как и всех впрочем как и всегда до изнаночный ряд мы просто вяжем лицевыми петлями и с лицевого ряда мы по сути начинаем делать то же самое что мы делали вначале мы провязываем начинаем сокращать сейчас у меня снова 45 петель как и было начинаем сначала то есть провязывая 21 центральные 3 провязываю вместе и сокращаю вяжем до того момента пока не будет совсем пока не уберутся все петли вот довязываю то центра вот она моя ведущая видите 21 здесь у меня 3 вместе провязываю и до конца ряда 21 петля у меня покажу вам на носке вот начали мы вязать отсюда вот это у нас уже есть вот эта часть а теперь мы эти пять петель которые мы оставляли вот они и мы повернулись и сейчас мы вяжем вот сюда как бы вот этот то есть у нас будет это носочная часть сейчас смотрим вот видите довязала я до конца до трех петель вот такие вот два ромбика у меня получились соединенные в период и 3 петли провязываю вместе делаю из них одну вот и поворачиваешь сюда теперь вот видите вот сейчас мы у нас вот эта часть уже связано вот она так как здесь больше размер поэтому часть больше чем здесь теперь нам опять же опять пляшем от нашей цифры 45 то есть 22 22 и по центру 1 вот здесь смотрите как у нас три петли отсюда нам нужно набрать 45 петель эту петлю оставшуюся мы тоже считаем 1 21 22 вот видите как раз мы закончили закончили эту сторону эту часть теперь из стыка вот этого я вытаскиваю одну петлю это будет вот это одна центральная ведущая и вот отсюда теперь из этой стороны я тоже вытаскивает 22 петли 21 и 22 так и это наш будущий лицевой ряд сейчас мы поворачиваем на изнаночный и вяжем его лицевыми петлями как и всегда и со следующего лицевого ряда мы снова начинаем вот по центру делать вот эти сокращения то есть принцип вот этого ромба у нас идет на протяжении всех сапожек то есть каждый раз мы набираем петли и вяжем этот ромб сейчас снова продолжаем меня по 22 петли центральная одна петля и я в центре вяжу под три петли вместе продолжаем мои хорошие смотрите довязала я следующий квадрат на этом этапе нить мы обрезаем и заканчиваем это все дело потому что нам по логике нужен еще один квадрат здесь да вот сейчас я прикладываю к моему тапочку вот видите носочную часть мы связали боковушку теперь нам нужно вот эта боковушка для этой боковушки мы набираем петли вот здесь вот опять же отталкиваемся от нашего размера от нашего кончества петель всю мою работу у меня идет цифра 45 и вот это количество петель как бы для этого прямоугольника здесь я набираю 45 петель опять же вот 22 1 по центру и 22 и буду и свяжу еще один прямоугольник то есть сейчас я набираю вот эти петли так довязала следующие прямоугольник видите вот восполнила я это то есть вот он по сути да я сейчас сложила так как выглядит этот носок то есть вот так вот теперь нам нужно вязать вот этот вот видите здесь он уже будет пятка сейчас мы набираем петли здесь средняя и здесь и вяжем следующий прямоугольник вот он продолжаем так продолжаем на этом этапе мы нить обрезаем запомните один раз мы продолжаем до вязание вот от этой вершины мы набираем вот так второй раз мы обрезаем и нам нужно вот здесь вот восполнить сейчас мы как бы вот здесь находимся да я покажу 2 а здесь у нас нету то есть здесь уже будет как бы пяточку мы будем вывязывать поэтому мы набираем петли здесь мои 45 ваши по размеру и вяжем следующий прямоугольник но не до конца не довязываем его точно так же как мы вязали в носочки так вот смотрите довязала я до верху точно так же как мы делали на носочки видите вот моя центральная петля здесь 5 здесь 5 у меня и теперь я снова буду добирать как в начале девчонки отсюда 17 петель то есть восполнить мои 22 петли 5 у меня на спице 5 у меня на спице здесь я еще наберу 17 петель и потом соответственно здесь и вижу следующий ром то есть это будет моя пятка вот смотрите начале мы поворачивали здесь мы повторяем то то же самое действие то есть вот она видите вот два одинаковых нас сектора продолжаем следующий ром набираю отсюда и сюда так вот смотрите довязала я на вот этот прямоугольник вот если вот так вот посмотреть вот он то же самое шею носочек наш теперь сейчас я еще покажу сбоку вот сбоку теперь нам нужно сделать прямоугольник здесь то есть здесь набираем петли центральная отсюда и здесь набираем то есть здесь у нас будет следующий прямоугольник так смотрим девчонки видите вот этот прямоугольник боковая связала и осталось мне набрать здесь вот петли и связать еще один боковой треугольник прямоугольник вот они видите один у меня уже есть сейчас вижу другой набирают набираю петли отсюда и сюда 45 петель и вяжу последний прямоугольник последний ромб я связала теперь что хочу сказать если вы хотите выше вы можете связать еще вот здесь вот два таких ромба или даже четыре у вас будет вот такой вот высоты сапожек в общем хотите выше ваше право я заканчиваю сейчас вот такую вот кайму край обвяжу и все а вы уже на ваше усмотрение теперь как я набираю вот эти петли вот по всем сторонам у меня идет опять же мое количество петель 22 петли мои рабочие плюс вот из серединки из вершины вот она одна петля здесь одна петля будет и здесь по одной петли то есть четыре раза по 22 это 88 петель плюс 4 петли 1 2 3 4 92 петли всего у меня должно быть я набираю по кругу из кромочных эти петли и буду вязать по кругу сначала набираю петли смотрите набрала и по кругу эти петли и теперь теперь я буду вязать платочной вязкой но в круговую для этого один ряд я буду вязать изнаночными петлями то есть этот как бы наш лицевой ряд то есть сейчас я вижу ряд изнаночными петлями просто целый круг вот изнаночными петлями я вижу по колечку одну как провязала я ряд изнаночными петлями вот у нас теперь лицевыми петлями то есть будем чередовать один ряд лицевыми один ряд ряд изнаночными чтобы получить вот такую обычную платочную вязку но в круговую теперь вяжу лицевыми петлями наверху вот здесь вот нигде мы ничего не делали просто провязываем а вот внизу вот внизу в каждом лицевом ряду вот когда вяжите лицевыми петлями вот здесь вот видите где у нас вот у меня средняя петля здесь как обычно я провязываю 3 вместе то есть здесь и здесь в двух местах в лицевом ряду еще раз повторяюсь вот сейчас я вам покажу отведите чтобы просто придать форму вот этому вот этой обвязки и вот смотрите вижу я сейчас чередуя лицевой изнаночный ряд в лицевом ряду здесь и здесь я делаю по 3 призвала всего 8 рядов вот первый как бы наборный ряд потом 4 изнаночных и 3 лицевых в которых я сокращала можно еще два ряда провязать если хотите этот манжет маленько повыше сейчас я все петли закрываю и по сути мы уже справились обычным способом и закрываю петли по кругу все абсолютно так все закрыла смотрите на все петли девчонки теперь вот эту нитку я просто здесь крючком продену чтобы было ощущение законченности и на изнаночную сторону тоже продеваю готова вот мои все три размера так вот мои все три размера девчонки этих сапожечек носочков вот как хотите так и назовите способ очень оригинальный нам из мне он очень нравится бежите не пожалеете следующее видео будет о том как нашить стельку на сапожки на следочки на любую обувь которая есть в моих видео которые вы сможете связать вы начнете эту стельку она будет универсальным для всех моих как бы изделий тех носков следков тапы в следующем видео это будут полноценные сапожки вот а сейчас я с вами прощаюсь девчонки с вами была вика школа рукоделия всем пока пока а